Марина Владимировна, расскажите, пожалуйста, об организации работ временного характера в городе Горловка. Ну, организация работ временного характера. Начнем с начала, как говорится. Было издано постановление от 29 мая 2015 года, номер 15, распоряжение Совета Министров Донецкой Народной Республики, об организации работ этих, с чего оно начинается. Значит, изначально Центр занятости с предприятием заключает договор на эти виды работ. Значит, в основном это идет благоустройство города, ремонтные работы. Заключаем договор мы, как Центр занятости, и это предприятие. В этом договоре оговариваются, какие виды работ, какой объем и количество людей. После того, как мы заключили этот договор, мы направляем людей на эти предприятия. Допустим, это могут быть люди как занятые, так и не занятые. То есть как ищущие работу, так и те самые, те, которые заняты. Допустим, в данный момент работник находится в простое или в бесплатном отпуске. И во время этого бесплатного отпуска и простоя он тоже может участвовать в работах временного характера. Ну, как бы... А скажите, пожалуйста, за счет каких средств производится финансирование временных работ? Смотрите, за счет средств нашего центра занятости мы заключили договор. Мы запланировали зарплату и единый социальный взнос на эти виды работ. Предприятия мы направили, они отработали. Предприятие нам подает фактически табель, по факту табель уже сколько отработала, и расчет на платежную ведомость. По этим документам мы им в дальнейшем проплачиваем все их затраты. Значит, предприятие платит им зарплату, подоходный налог и единый социальный взнос. Для работников это идет уже и стаж, как бы учитывается, потому что все налоги уже проплачены. Финансирование идет, зарплата идет из минимальной заработной платы. Это оговаривается в постановлении, что это 2,514 из расчета оклада. Чистыми, если человек месяц отработал, это будет где-то 2,100. Скажите, пожалуйста, много ли людей сейчас приходит на временная работа? Смотрите, получается как, у нас за, возьмем предыдущий месяц, октябрь месяц, запланировали мы 2, отработал у нас 1571 человек. Запланировало предприятие, но отработал у нас 900 с чем-то человек. 971, если быть точными. За целый год у нас отработал 2600. То есть люди идут как бы волнами. Сейчас похолодало, немножко спад пошел. Но в то же время, когда нет у человека никакого заработка, это своего рода неплохое подспорье. Но единственное, люди почему отказывают? Да, минимальная заработная плата, мало очень. Тоже мы пишем распоряжение наше высшестоящее, чтобы увеличить размер, хотя бы какой-то больше сделать. И тоже потому, что это неквалифицированный труд. Многие не хотят. Это в основном неквалифицированный, это благоустройство, это работники по благоустройству, это озеленение. А так, когда уже совсем, допустим, шахтеры у нас участвуют, потому что у них нет сейчас заработка хоть какой-то подспорье, но есть. Хорошо. А скажите, с какими предприятиями, организациями сотрудничает Центр занятости? Мы как Центр занятости идем со всеми на контакт, мы со всеми договариваем. В основном это как бюджетные организации, школы, садики, ДК, культура у нас, так и небюджетные организации юридические. Все мы, кто хочет, кто желает, пожалуйста, приходите, мы со всеми только за. Тоже Артем Уголь у нас, там Новогонловский машзавод, их очень много КП в основном, ЖЭКи. Все мы охватываем, кто, пожалуйста, приходите, мы как бы не против, ни с кем. Как бы нет у нас ограничений с теми можно, все, кто желает, пожалуйста. Активно ли идут предприятия навстречу? Ну, поначалу, кто еще как бы не знает, что это программа, все ее не хотят. Кто уже как бы один месяц, второй месяц, теперь уже, конечно, они вошли во вкус и только темпы наращивают, потому что все хотят, чтобы наш город был красивый, чистый, поэтому мы только за, и предприятия, особенно сейчас осень, очень много листвы, все хотят убрать, чтобы красиво было и уютно в нашем городе.